всем привет с вами снова к бы загородная что продолжаем заниматься сегодня мотоблоком вот сейчас хочу посмотреть систему питания значит какие есть нюансы он неизвестное мне время стоял совершенно сухом состоянии я его залил бензином ну посмотрю что баки более-менее чисто почистил сеточки карбюраторе и топливном кране вот залил его бензином он заводится вот заводится правда через какое-то время он глотнет значит есть у меня определенное соображение по этому поводу соображение первое он изначально изначально по вот этому стыку очень сильно капал значит здесь стоит паранитовая прокладка предполагаю что люди которые ставили эту прокладку не сильно заморачивались с выбором сорта типа паранита паранит бывает двух типов паранит общего назначения так называемый пон это тот паранит который вы скорее всего найдете на полочке у дяди сантехника и пмб масло бензостойкий судя потому что этот стык капал а потом капать перестал паранит из которого была изготовлена эта прокладка он разбух развалился то есть имеет место применение неправильного материала ну а дальше вполне возможно что части этой прокладки просто сели где-то в карбюраторе заткнув жиклеры соответственно когда двигатель запускается дальше происходит нарушение работы его по смеси образования то есть нарушение диаметра пропускной способности жиклеров и дальше движок глохнет сейчас мы разберем я заменю прокладку на прокладку из фторопласта ну и заодно почистим карбюратор далее все просто откручиваем два винта точнее две гайки со шпилек аккуратно стараясь не свернуть тягу от регулятора оборотов снимаем карбюратор вот эти части разрушившиеся паранитовой прокладки сели в седло иглы скорее всего под забили потому что на входе сеточку я посмотрел она была чистая но поплавковой камере бензина было очень мало то есть практически сухая камера чуть-чуть бензина это нам прямым текстом говорит о том что где-то вот на пути питания до поплавковой камеры происходит блокирование канала поступления бензина ну дальше продуваем все что здесь продувается и собираем обратно есть вот вот так но теперь надо установить работоспособность механизма сцепления потому как деталей нету тросов у меня нету что-то придумать надо так в общем попутно сейчас я сделаю тягу на управление блокировкой ну и наверное такая же тяга будет здесь в качестве материала возьму кто помнит советский хоккей детский настольный ручечка от него так на сцепление я сделал следующим образом пружина за пружину через болт прорезью цепляется трос в уголок трос обычный который метражом продается любых метизах принципе он прекрасно будет работать далее оболочка от и жесткого спидометра бывшего троса остаток единственно что там было как бы то есть перенес сюда и далее здесь я приварил гайку для упора регулировка и сюда закинул вообще надо будет нам сделать болт в прорези тоже но пока вот как бы под шайбу удержится так а 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 так но следующее что я попробую сделать покажу это болтается полуось на валу развальцевала охватывающую часть это было как бы загородное оставайтесь с нами пока пока если что